Привет! На связи BigGeek и Жека Сенин. На презентации новых айфонов Apple выкатила нам новый формат ProRow, который объединяет мощь вычислительной фотографии и некомпрессированных данных, позволяя получить лучший возможный результат с камер айфона. В теории это звучало неплохо, но на практике это вообще полный разрыв. ProRow лучшая фишка и главная инновация айфонов с отметкой Pro. И сегодня я вам все расскажу и покажу на примерах. Заставоньку. Для начала нужно углубиться в теорию. Что такое RAW снимок? Это некомпрессированная фотография, содержащая абсолютно все данные с матрицей и гораздо лучше поддающаяся обработке. В таком формате снимают профессиональные фотографы, а также те, кто впоследствии совершенно точно будут свои фотографии обрабатывать. Зачем RAW вообще нужен, если можно просто навести и сфотографировать? RAW помимо того, что гораздо лучше обрабатывается, еще и позволяет исправить некоторые косяки при съемке. Слишком темные или светлые фотографии, слишком шумные и даже позволяет гораздо сильнее править баланс белого, если, например, фотоаппарат его неправильно определил или фотограф забыл переключить. По сути, единственные вещи, которые нельзя исправить этим форматом, это композицию фотографии и расфокус. Прикол в том, что RAW в айфонах есть уже давно, и сторонние приложения его спокойненько так снимают уже лет шесть. Так в чем же смысл про RAW? Как он работает и в чем отличие от RAW обычного? Стандартный RAW производится довольно просто. Свет проникает сквозь несколько линз на матрицу, которая, кстати, захватывает лишь черно-белое изображение. Хорошо, что перед матрицей он проходит еще через цветные фильтры, так называемые фильтры Bayer. Каждый пиксель формируется с помощью девяти или большего количества таких фильтров. Они пропускают только свет своего диапазона. Красные фильтры пропускают красный свет, зеленые – зеленый и синие – синий. При этом зеленых фильтров больше, так как наше зрение воспринимает гораздо больше оттенков зеленого, чем остальных цветов. Соответственно, если свет пропускает не только красный фильтр, но и зеленый, процессор вычисляет, что этот пиксель – желтый или оранжевый. Вообще, из смешения красного, зеленого и синего можно создать абсолютно любой цвет. Примерно так и работает захват изображения сенсора, смешивая одно с другим или все три диапазона. Правда, на выходе мы получаем вот такую мозаику и зеленое изображение. За счет того, что зеленых фильтров было больше, а вот экран выдает примерно равные пропорции цветов и гораздо более ограничен в зеленых, поэтому не может отобразить изображение правильно. Значит, надо уместить все данные цветов в тот треугольник, который способен отобразить монитор. Этот треугольник называется цветовым пространством. Этим занимается процессор в случае обычной фотографии и иногда софт для обработки в случае RAW. Преобразовывает фотографию в то, что мы привыкли, в том числе угадывая, какой цвет должен быть, учитывая соседние пиксели и применяя разные алгоритмы. Этот процесс называется дебоеризацией или демозаикой. После этого RAW фотография все еще сохраняет много данных, из-за чего мы и можем ее спокойно обрабатывать. А вот с обычными форматами так не получится. На выходе они получаются в десятки раз меньше размером, чтобы не забить полностью память вашего телефона сотней фотографий и сохранить способность передавать их через интернет без долгого ожидания. Зато в айфонах в обычной фотографии применяются вычислительные мощности и нейросети. Насколько резкими сделать волосы? Насколько лицо? Насколько небо? Какой цвет оптимизировать? Какой не трогать? Какие тени высветлить? Какие пересвеченные части, наоборот, затемнить? Эти все алгоритмы имеют название Smart HDR для улучшения данных цвета и света и Deep Fusion для улучшения резкости и текстур. Итак, мы узнали, как делается RAW и обычная фотография, часто сохраняемая в формате JPEG. Выбираем либо изображение, пригодное для обработки и много данных, но много потраченного времени на ту самую обработку и большой вес. Либо же фотографию со всеми вычислительными наворотами нейросетей, но практически без возможности что-либо поменять, но минимальным весом. Чем отличается ProRAW от этого всего? Во-первых, как и в случае с обычными фотографиями, в фотографиях ProRAW уже сделана дебайеризация. Мозаика пикселей через специальный алгоритм втискивается в тот самый треугольник. Но алгоритм у Apple необычный свой собственный под названием Amaze. Его можно прочесть как Amaze, удивлять, и как Amaze, лабиринт. Это имеет смысл, так как дебайеризированные фотографии у ProRAW при большом зуме выглядят как лабиринтики. Вот эти артефакты уже не убрать вообще никак. В этом заключается главное ограничение ProRAW. Но Apple знают свое оборудование, и дебайеризация со своих сенсоров у них явно получается лучше, чем у других. К тому же дальше идут только плюсы. Вместе с алгоритмом дебайеризации применяются все ништяковые алгоритмы Apple. Smart, HDR и Deep Fusion, локальное их подсвечивание или затемнение, и даже внезапно карта глубины. И все это записывается в виде значений, которые в теории можно менять. Об этом мы еще поговорим. Итак, ProRAW это собственная дебайеризация Apple, плюс все ништяки вычислительной фотографии в одном файле. При этом он может содержать в себе и обычный JPEG, а Smart HDR и Deep Fusion можно отключить при захвате фотографии в сторонних приложениях, при этом оставляя все остальное. Например, если вы ненавидите по какой-то причине вычислительную фотографию, или думаете, что она слишком пластиковая, искусственная, а может вам не нравится то усиление текстуры, которое дает Deep Fusion. Со всеми этими ништяками фотография весит заметно больше обычного, что-то около 25 мегабайт. Понятно, что такой массив данных со всеми наворотами захватить гораздо сложнее. Как вы знаете, ProRAW доступен лишь на iPhone 12 Pro и 12 Pro Max, и это сделано не только для того, чтобы заставить вас тратить больше денег. Суть в том, что даже на моем Pro Max такая фотография делается долго, и тут больше оперативки, чем в обычных 12-х. Они бы такие фотографии наверняка делали еще дольше. Но, несмотря на непростую теорию, сам процесс работы с ProRAW очень прост и быстр, и овчинка более чем стоит выделки. К сожалению, если хочешь фотографировать весь день, а тем более в ProRAW, без PowerBank тебе не обойтись. Например, без такого от спонсора нашего канала, компании Deppa. Такой вот прикольный портативный аккумулятор называется Energy Turbo Compact. Емкости в нем 10 тысяч миллиампер часов, есть поддержка Quick Charge 3.0 и Power Delivery на целых 18 Вт. А еще у него есть экранчик, который отображает оставшийся заряд. Не говоря уж о том, что для 10 тысяч миллиампер часов у Energy Turbo Compact очень маленькие размеры, и носить его в кармане одно удовольствие. Купить такой портативный аккумулятор можно по ссылке в описании, что и призываю вас сделать. Давайте перейдем к практической части видео, чтобы вы поняли, с чем мы имеем дело. По сути, Apple лишила работы примерно половину сторонних приложений для захвата фотографий. Если раньше, чтобы сделать снимок в RAW, надо было искать стороннее приложение, скачивать его и в некоторых случаях настраивать вручную, то для того, чтобы включить Pro RAW на 12 Pro и 12 Pro Max, надо зайти в настройки, пункт камера, там выбрать форматы и поставить галочку напротив пункта Pro RAW. При этом снять Pro RAW можно абсолютно на любую камеру айфона, даже на фронталку, в то время как обычный RAW только с основной камеры и телевика. Абсолютный выигрыш. Теперь достаточно всего лишь подумать при съемке, будешь ты эту фотографию обрабатывать или нет. И в зависимости от этого в стандартном приложении камеры нажать или не нажимать кнопку RAW. Обработать такие фотографии можно в том числе с помощью стандартного приложения фото. Так что теперь в плюсе оказались и те люди, которым нравится обработка фотографий, но не нравится сложность всего этого процесса. Все в одной экосистеме и очень просто. Снял, обработал и готово. Очень круто для новичков, но и для профессионалов офигенно. Я снял с помощью Pro RAW немало фотографий. И вот тут мы перейдем к практическому сравнению обычного RAW и Pro RAW и насколько они отличаются в плане обработки. Первое, чему я удивился, так это тому, что Lightroom пока не оптимизирован для нового формата. А вот если закинуть фотографию в Darkroom, мы буквально на глазах можем регулировать интенсивность Smart HDR. Чего в обычном RAW сделать, естественно, не можем. При этом оба варианта выглядят хорошо. И лишь ваше чувство вкуса решит, где этот ползунок останется. Будет ли фотография более естественной или наоборот более яркой. Кстати, вот эта фотография снята даже не на основную камеру, а на телевик. А вот в традиционном RAW расширить динамический диапазон гораздо сложнее. И получается это далеко не всегда так же круто. На айфоне я имею ввиду, на фотоаппаратах получается офигенно естественно. Хоть по вот этим фотографиям и не скажешь, они сделаны специально слишком темными. И вот так они выглядят в оригинале. Так что динамический диапазон Pro RAW каким-то образом тоже существенно выигрывает у обычного RAW в плане шумов и того, что можно вытянуть из неправильно проэкспонированной фотографии. Второе, от чего я просто максимально прифигел, это то, насколько резкие и бесшумные фотографии получаются через Pro RAW. Казалось бы, либо одно, либо другое, но нет. Этот метод комбинирует бесшумность и резкость очень хорошо. Если посмотрите на обычный RAW, он шумный до безобразия. А если этот шум задавить, то далеко не такой резкий, как Pro RAW. Особенно это заметно на вот таких моментах, как номер этой машины. Фотографии очень близки по параметрам выдержки и ISO, но выглядят совершенно по-разному. Казалось бы, при хорошем освещении не должно быть особой разницы, и на первый взгляд ее действительно не видно. Но стоит увеличить фотографию, как сразу заметно, большее количество деталей. На сиденье, на руле, даже на колесах. Так что и тут разница есть. По цветам и глубине фотографии в Pro RAW выглядят практически как снимки с фотоаппарата. Полутонов много, и теперь гораздо сложнее сказать, сделан снимок на какую-нибудь хорошую мыльницу или на телефон. В общем, на практике имеем следующее. У Pro RAW сильно лучше динамический диапазон, намного лучше резкость и меньше шума, лучше передаются и тянутся цвета, и есть ползунок, изменяющий фотографию от максимально реальной до максимально улучшенной телефона. То есть, по сути, нет ни одной причины не использовать Pro RAW для последующей обработки. И этот формат действительно намного лучше обычного RAW, доступного в айфонах уже давно. Жалко лишь, что этот формат есть лишь в 12 Pro и Pro Max, но у нас есть видос с лучшими приложениями для съемки обычного RAW. Его можно глянуть вот тут. Надеюсь, я ответил на все ваши вопросы. Если видео было интересным и полезным, ставьте лайк и пишите, что еще вам интересно в мобильной фотографии, какие видосы на эту тему нам еще сделать. Скоро увидимся. Всем спок. Пау! Субтитры сделал DimaTorzok